Здравствуйте! С вами социально-правовой телеканал «Право ТВ» и я, Юлия Роднаева, телепередача «Вести право». Сегодня в выпуске. Владимир Путин подписал законы о наказаниях за оскорбление властей и о блокировке фейковых новостей. Экс-министр Абызов задержан в Москве. В приложении Сбербанка появятся новые функции. Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку. Регистрация юридического лица по адресу места жительства его учредителя. Москвичи стали массово уезжать из города. Спорт. Равные возможности. Погода Москве и Подмосковье. Путин подписал закон о заоскорблении властей. Законопроекты направлены на ограничение доступа к информации, выражающей неуважение к обществу, государству, властям, Конституции, госсимволов в неприличной форме. За это предусмотрены штрафы – блокировка сайтов и аккаунтов пользователей соцсетей. Первый штраф составит от 30 до 100 тысяч рублей за рецидив уже от 100 до 200 тысяч рублей и возможен арест на 15 суток. Тех, кто попадется в третий раз, оштрафуют на 200-300 тысяч рублей, а также могут арестовать на 15 суток. При этом не установлено, что именно расценивается как неуважение, нецензурное выражение, брань, сленг, жаргон, противоречие или вульгаризм. Так что, граждане россияне, с 1 апреля вместо матерных слов говорите «пожалуйста, Путин». Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд РФ иск с требованием признать недействительным закон о наказаниях за оскорбление в интернете властей, разработанный сенатором Андреем Клишасом. В иске подчеркивается, что закон противоречит международному праву законодательству РФ. Кроме того, считает Гудков, документ нарушает права, свободы, законные интересы листца и создает препятствия в их реализации. Политик пояснил, что степень неприличности должны оценивать лингвисты, но поскольку протоколы будет составлять полиция, совершенно неясно, как будет проводиться экспертиза по данной категории административных дел. Государственные символики понятно, Путин понятно, непонятно, как будет расценивать действия депутатов, прочих служителей народа, которые не только оскорбляют, но и вступают в кулачные бои. И как будут расцениваться передачи, куклы с правителями и юмор Петросяна. Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей. Закон дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора или его заместителей. В частности, вводится запрет на распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которые создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности, либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной, социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. В случае обнаружения такой информации в интернет-ресурсах, зарегистрированных в соответствии законов РФ, о СМИ, о качестве сетевого издания, генеральный прокурор РФ или его заместители, будут обращаться Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к их сайтам. Одновременно внесены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, устанавливающий штраф за распространение недостоверной, искажающей факты информации. Если в результате распространения информации последовала гибель людей, был причинен вред здоровью, имуществу, произошло массовое нарушение общественного порядка и безопасности или сбой функционирования объектов транспортной, социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, банков, штраф составит до 1,5 млн. рублей. В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве, часть 4 ст. 159 УК и Организации преступного сообщества, ст. 210 УК, задержан бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. По данным следствия действует соучастие с Николаем Степановым, Михаилом Русаковым, Галиной Фрейденберг, Александром Пилипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данной компании в размере 4 млрд. рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Во время пребывания на мосту министра Абызов был одним из самых много зарабатывающих членов правительства. По итогам 2015 года он возглавил рейтинг самых богатых министров, заработав за год 456 млн. рублей. В следующем году доход Абызова вырос до 521 млн. рублей. Однако он наступил место лидера министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову, который зарабатывал 582 млн. рублей. В 2017 году доходы Абызова сократились до 181 млн. рублей. А в 2018 году эксперты Forbes оценили состояние Абызова в 600 млн. долларов США. В рейтинге 200 богатых бизнесменов в России он занял 162 место. Вот так живут министры в России. В приложении Сбербанка появятся новые функции. В Сбербанке поняли, что каждый раз перевыпускать карту из-за забытого клиентом пин-кода довольно нерационально. Тем более, что у многих других банков код легко сменить через банкомат, приложение, онлайн-кабинет или по телефону. Сейчас забывшему пин-код клиенту нужно прийти в отделение Сбербанка, подать заявление на перевыпуск карты, а затем возраститься, чтобы забрать готовую карту. Похоже, что в следующем месяце система упростится. Ежемесячно пин-код забывают около 30 тысяч пользователей. Сейчас для этого опять же нужно идти в отделение и подавать там отдельное заявление. Клиенту достаточно будет совершить несколько действий в приложении. Указать сумму, выбрать способ перерасчета графика платежей и подтвердить операцию. В июле Сбербанк запустит новую услугу – снятие наличных в кассах магазина при оплате покупки банковской карты, мастер-карт и виза. При безналичном оплате покупки на кассе магазина кассир будет проводить сумму с учетом снятия наличных средств. После этого клиент должен будет подтвердить операцию с помощью введения пин-кода. Таким образом, Сбербанк возрождает советский лозунг «Храните деньги в сберегательной кассе». Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку? Банк России зафиксировал в последние месяцы резкий подъем несанкционированных операций со счетами клиентов банков. Гражданам нужно быть аккуратными со своими персональными данными и не откровенничать с неизвестными абонентами, пусть даже звонящие с телефона банков. Большинство сотрудников банков связаны с мошенниками, потому что их берут на работу с улицы. Поэтому не держите крупные суммы денег на картах. Мошенники стали чаще использовать технологию подмены телефонного номера банка, так называемый А-номер. При таких звонках на экране телефона жертвы высвечивается реальный номер банка, а клиенту сообщают о попытке несанкционированного списания средств, называют его фамилия, имя, отчество, номер паспорта, остаток по счету и даже последние операции. Есть и решение, позволяющее совершать звонок с номера, просто похожего на номер банка. Например, международные звонки с номера 8-800-555-5777, который похож на номер колл-центра банка, 8-800-555-5777, но на самом деле совершается из Блан-Гладеш. Есть ли же звонки с иных номеров 8-800, которые операторы IP-телефонии могут сдать в аренду на срок от одного дня. Если вам сообщают о непонятной операции по карте, предлагают ее заблокировать, перед вами мошенник. При поступлении звонка о несанкционированной операции по вашей карте, необходимо положить трубку и самим перезвонить в отделение банка. Регистрация юридического лица по адресу места жительства его учредителя Минэкономразвития России предлагает предусмотреть возможность регистрации юрлица не только по месту его нахождения, но и по адресу места жительства его учредителя, либо лица, имеющего право доверенности действовать от имени организации. Регистрация юридического лица по адресу места жительства его учредителя В этих целях планируется внести дополнение в пункт В, пункт 1, статьи 5, пункт 2, статьи 8, пункт 1, статьи 13 Федерального закона от 8 августа 2001 года, номер 129 ФЗ, о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные поправки предполагается внести в Государственную Думу в сентябре этого года. И действительно, давно необходимо принять такой закон. Если я зарегистрирую фирму в собственном жилом помещении, я несу больше ответственности, чем с левым адресом. Проблем, конечно, больше. Проверяющие органы будут приходить ко мне домой, и есть риск потерять свое имущество. Но если я честный человек, чего мне бояться? Конечно, опасаться нужно, потому что мы живем в стране, где демократические законы принимаются в угоду власти. Сейчас за юридический адрес просят в Москве от 20 до 30 тысяч рублей, и это лазейка для фирм-однодневок. Налоговые органы никаким образом не проверяют достоверность сведений о юридическом адресе. Именно налоговые органы мешают развитию нормального бизнеса, хотя вышел закон о требовании поэтажного плана. Они требуют. И попробуй, не дай им. Они просто тебя не зарегистрируют. Москвичи начали покидать город. За год объем предложений недвижимости от уезжающих москвичей вырос на 4%. В качестве одной из причин такой динамики аналитики компаний называют поиск альтернативных вариантов заработка. В столице зафиксировано увеличение численности материально неустроенных граждан. На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32% всех выставленных в аренду жилых помещений. По статистике компаний, 5% уезжающих из города, квартирных хозяев, получают образование за рубежом. 17% нашли работу в другой стране, еще 19% уезжают по семейным обстоятельствам. 24% это люди, рассчитывающие построить бизнес, преимущественно в фермерские провинции. Оставшиеся 35% приходятся на пенсионеров, которые сдают жилье в Москве, чтобы обеспечить себя, переезжая при этом к родственникам на дачу, в деревню или маленький город. Ранее эксперты портала Мир Квартир провели исследование рынка найма жилья и выявили, что во многих городах России владельцы квартир готовы предоставить свою недвижимость для временного проживания бесплатно или за символическую плату. Как правило, такие хозяева сдают жилье на оплату ЖКХ, услуги по ремонту, уходу за больными или помощь по хозяйству. Скоро наступит лето и, конечно же, граждане предпочтут ближайшие области, чем загазованную Москву. Но все равно цены на продажу и аренду квартир не падают. Спорт равные возможности. Российская зимняя спартакиада детей-инвалидов по зрению спортивная смена прошла в Кировской области. В период с 8 по 12 марта 2019 года в Кировской области проходила Всероссийская зимняя спартакиада детей-инвалидов по зрению. Спортивная смена. В этом году спартакиада проводилась уже в 20-й раз. В мероприятии приняли участие 130 человек из 15 субъектов Российской Федерации. В течение пяти дней юные спортсмены боролись за звание сильнейших в двух видах спорта слепых – лыжных гонках и биатлоне. Награждены кубками Министерства спорта России за первое место команды Якшур-Бодинской школы-интерната Удмуртской республики. За второе место досталось Верхней Пышменской школе-интернату Свердловской области. Третье место заняла ГАО-спортивно-адаптивная школа Паралимпийского резерва Пермского края. Наш телеканал является спонсором трансляции матчей спортсменов-инвалидов. Погода в Москве и Подмосковье. Утром ожидается плюс один, плюс два, облачно с прояснениями, давление ртутного столба 760 мм, влажность 72%. Днем плюс два, плюс три, облачно с прояснениями, давление 750 мм ртутного столба, влажность 53%. Вечером около нуля, будет ясно, давление составит 751 мм ртутного столба, влажность 67%. Ночью температура снизится и составит минус один, минус два градуса ниже нуля, будет ясно, давление составит 753 мм ртутного столба и влажность 74%. На этом мы заканчиваем информационно-правовой выпуск Вести Право. С вами на телеканале Право ТВ была я, Юлия Роднаева. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин